Я очень рад тому, что у нас меняется команда на сегодняшний день заместителей губернатора и приводят туда все больше и больше людей, так сказать, молодых, которым, наверное, будет проще разобраться в том или ином виде. Главное, что они хотят в этом разбираться, по крайней мере, в том или ином виде, так сказать, чем вообще занимается, чем наша область отличается от другой. Вот сейчас было буквально на пару дней назад подписание соглашения с Тверской областью и делал презентацию Буренков, и делал презентацию министра, там правительство стало в Тверской области. Это вообще мне так прикалывается, да, правительство Тверской области, звучит просто. Министр правительства Тверской области сделал презентацию. Я вам хочу сказать, она на порядок проиграла эта презентация, вот просто даже с первой подачи, с внешней, той презентации, которая сделана в Смоленской области. Вот, поэтому в любом случае ждать милости, так сказать, как это, от природы не надо, или ждать до того, что там чиновники или власть, как бы, развернется лицом и начнет сказать, что вам надо, расскажите. Они могут начать, вот после того, как какой-то президент проехал, там, сказал, ну-ка, давайте, кошмарить бизнес, перестать, там, надо это делать, сразу, раз, раз, а где у нас малые предприниматели? Давайте мы вас будем любить срочно всех, там, или, да, ну, хотя, видите, создан там фонд, я не знаю, как он работает, честно говоря, просто с этим не сталкиваюсь, там, фонд поддержки, я понимаю, какие-то кредиты они организовывают, там, еще чего-то. Может, расскажет, как раз, нормальные кредиты. Еще чего-то, я просто не в курсе, наверное, как он работает. Наверное, что-то сделано. Именно что, документы очень долго готовить. Порядка, там, двух-трак тысяч. Моговыписку в банке в этом налог на месяц. Это очень нормальный снег, где-то недель. А ставка, правильно? А ставка, правильно? Ставка, вот 200 тысяч берешь, через год отдаешь, 210. Ну, если так, по процентам, 100%. Ну, опять, правильно? Да, но фактически, как вот так. Фактически дают 10, но на самом деле вот так получается. Это компенсация идет с бюджета, компенсируют ставку просто-напросто. Это хорошая вещь, в конце концов, иначе без денег сделать бизнес нельзя, вернее. Я думаю, какой можно сделать, не один раз обратился один высокий человек, не буду называть его, говорит, а как можно это вот так, чтобы быстро, без денег и быстро. Я ему говорю, очень просто, украсть, он так удивился и говорю, а что это? Хотя он взял на вооружение, очень много чего-то на своем пасту покрал, в конце концов, а по-другому как. Но без начального капитала ничего не работает, есть система нормального кредитования, если она организована в плане, так сказать, поддержки предпринимательства. Кредит всегда стимулирует к работе, понимаете, деньги халявные не всегда расслабляют, а кредит всегда стимулирует, ты всегда понимаешь, что ты его должен отдавать, значит, ты должен работать. Твоя задача постоянно его отрабатывать, поэтому это нормальная система. Если она работает у нас, ну, дай Бог. Максим Александрович, у меня такой вопрос. Если не ошибаюсь, вы единственный из смоленских руководителей, кто учится на системе DBA. Да. Правильно? Вот как вы вообще выстраиваете свою политику самообразования, на что вкладываетесь, какие возможные направления изучаете, читаете, что вам для этого необходимо? Ну, есть дефицит времени, во-первых, на это дело, вот, это раз. По большому счету принцип мы построили таким образом, для себя я его, собственно, по сути, для отчет, собственно, пошел на DBA. Я, честно говоря, в российской, там, DBA, я немножечко, так сказать, разочаровался, потому что она очень коммерциализированная, и я пошел туда для того, чтобы очутиться, наверное, на одном уровне, с таким же, так сказать, наверное, где-то директорским корпусом, чтобы пообщаться, посмотреть, послушать, что там новое. Вот, потому что, действительно, бизнес-тренинги, лекции, там, читаются достаточно интересные, но, когда я понял, так сказать, что туда собирают, в общем-то, всех желающих, по большому счету, нет какого-то там, ну, может, это и дань времени, но не об том суть, так сказать, и она, кстати, система, это DBA и выстроена, ну, не очень, как бы, я бы сказал, удобная. Удобная для любого руководителя, на самом деле, потому что 10 дней отсутствия, ты должен присутствовать там в Москве, учиться, 10 дней отсутствия, как бы, работы руководителем на своем предприятии, ну, на малом предприятии можешь прийти, приехать уже, так сказать, и начинать заново свой бизнес, и уже не будет, да. На большом тоже проблем достаточно много, понимаете, даже, ну, есть поговорка такая, так сказать, русская, да, кот дома и мыши спокойные, да. То есть, ну, это все надо заниматься, понимаете, сложно 10 дней взять куда-то, умотать там. Ты в отпуск, как бы, уезжаешь, понимаешь, как бы, у нас эта система отпускная, четкая, так сказать, взаимозаменяемость, четкая, так сказать, когда распределение там обязанностей идет. Вот, а так, чтобы не просто там на 10 дней раз в год уехать, ты же должен 4 раза, 4 раза в год уезжать и так далее. Здесь это не очень удобно. И в результате, как бы, система, мы-то, я туда лично приезжаю, в свою программу выбираю там, которые темы, так сказать, интересны, я внимательно, так сказать, слушаю, смотрю, оцениваю, по-своему оцениваю уровень, в общем-то, этого лектора и преподавателя, а потом приглашаем его просто сюда. Для всех работников? Не для всех, для менеджмента, для топ-менеджмента, для менеджмента там, среднего там уровня, допустим, какого-то. Вот, а система образования, она у нас вообще очень, это отдельная тема, она ведется постоянная, понимаете, она от наличия, собственно, учебного центра, который готовит работников всех квалификаций до постоянных бизнес-тренингов, до постоянных бизнес-семинаров, до постоянных каких-то отдельных лекторов, которые, так сказать, четко по своим направлениям что-то там делают и так далее. Причем по-разному, собственно, темы. От ведения переговоров до, там, оценки климата в коллективе, до психологов, короче, до экономистов, да, любых, так сказать, до управления активами, до, там, перемещения капитана, до работы на фондовом рынке и так далее. Ну, куча всяких разных вещей, потому что изменения происходят постоянно. Вот, да и мы свою деятельность расширяем постоянно, потому что в свое время у нас финансовый отдел был просто, как бы, таким, так сказать, техническим отделом, который, там, платежки переносил с одного места в другое. На сегодняшний день у нас финансовый отдел – это такой мини-банк, потому что я вот, когда пришел к директору, работаю сразу финансовый директор, а когда назначен, сразу задачу поставил. Задача, задача работы со всеми максимально возможными финансовыми инструментами, которыми есть. Учись сам, набирай себе соответствующих людей, но вы должны приносить прибыль за счет финансовых инструментов, не менее той, которая идет на нашу затратную часть по привлечению кредитов. А кредитов, процентов по кредитам мы платим, скромно говоря, где-то порядка миллион долларов в месяц. А масштабы представляли, только проценты по кредитам. А может, уточнить какие-нибудь финансы? И они выполнили эту задачу, в конце концов. У нас финансовый отдел, он работает постоянно с плюсом. То есть они, как бы, инвестируют какие-то деньги, которые производство зарабатывает в этом смысле? Ну, естественно, нет. Производство – это производство, я имею в виду финансовая непосредственная работа. На фондовом рынке – это работа с акциями, работа с различными деривативами, работа на рынке Форекс, работа с теми же размещением грамотных депозитов, с привлечением кредитов. Вот этот баланс. Кредиты – это в минус, все остальное – это в плюс. Их задача была изначально, как минимум, ноль в ноль, вот эту задачу свести. Потому что затратная часть кредит, наверное, всегда затратная часть кредитов. А они сейчас у нас в плюсе находятся, постоянно. То есть за счет грамотного управления финансовыми потоками. Это очень важная вещь, на самом деле. Особенно, когда финансы большие и используется каждая копейка. Понимаете, у нас задача финансового директора, вот он стоит, он контролирует этот процесс. Как вы думаете, средний остаток на расчетном счете завода «Кристалл»? Ну, если у вас проценты, мне надо, я боюсь, вы должны предположить. А я вам скажу, постоянный минус. Никогда не бывает свободных денег. Их не должно быть, все должны в работе быть. Если у нас не могут лежать деньги на счету, они подгадываются под этим. У нас идет зарплата, вот под нее подсобирает, собираясь, разослась по карточкам кредит. Ну, все, поехали дальше. Если нет, она тут же куда-то вкладывается, идет покупка акций, тут же моментально идет на рынке. Как он-то смотрит, сидит эксперт-аналитик, у нас прямой выход на биржу. Там у нас без всяких брокеров мы работаем много чего. Причем работаем со всеми инструментами, с акциями, с голубыми фишками, с золотом, серебром, с системой на рынке Форекс. Конечно, у нас такие достаточно неплохие вещи, потому что у нас очень большая валюта, ну, небольшая, 7% выручки в валюте приходят. И чтобы с этими курсами компенсировать их, надо постоянно работать. То есть ты сможешь на сегодняшний день, вот мы несколько форексовых операций заключили, допустим, год назад по курсу 33,5. Ну, вот, вы считаете, да, сейчас курс 29,5, 20,51 на сегодняшний день, да, у нас по 33,50 идет продажа. Вот он плюс, значит, 4 рубля заработали сходу, да, на одном долларе. А у нас оборот 570 миллионов долларов. Год, хотелось бы в месяц. Вы сказали, что сейчас будет перевооружение, да, предприятие, основопроизводство. Это будет способствовать, я так понимаю, сокращению состава работников, если это наносималовка. Качественную продукцию. Качественную продукцию будет влиять, да? А вообще, вот смотрите, если взять, в принципе, какое количество компаний в мире существует, конкурирующих, в принципе, такого же рода, как кристаллы, и какое место занимает, ну, как в Смоленске? Знаете, таких, как кристалл, наверное, в том виде, как мы есть, не существует. Почему? Потому что бизнес разделен на несколько составляющих частей. Производство – это отдельный бизнес. Дилерская деятельность – это отдельная часть. А мы в себе сочетаем и то, и другое. Что такое дилерская деятельность, на самом деле, ну, это вот Анферпен, что из себя представляет, допустим, сидит в офисе, там, Мойша с сыновьями, да, допустим, так сказать. Вот у него, где-то они там заработали, так сказать, либо украли, не знаю, так сказать. Ну, вот у них денег там. Они их ложили там, где-то, алмазы, бриллианты, вот, и они их крутят туда-сюда. Продают, покупают, алмазы какие-то направляют на огранку, возвращаются, бриллианты туда-сюда. Ну, идет постоянная, в общем-то, работа. Это называется дилерская деятельность, по большому счету. Мы ее сами делаем. Но у нас еще есть производственная собственная часть. Поэтому у нас, по большому счету, конкуренцию в этом плане могут составить, наверное, несколько индийских компаний, которые имеют собственное производство, там, достаточно масштабные, которые тоже сейчас проводят очень серьезные технические перевооружения. Не зря вот эта компания, которая названа индийская, которая занимается вот исследованием, которая занимается освоением, в том числе, вот этих лазерных технологий, на которую наши, там, пустяки МГУ работают. Поэтому конкуренция, безусловно, есть. Сказать, какое место там в мире, я, достаточно сложно. Потому что, если, как, брать по численности, то, конечно, ну, там, индусов, там, по 10, по 20 тысяч человек там работают. Ну, это не показатель, на самом деле. А с точки зрения, как бы, технологичности, с точки зрения, на сегодняшний день, да, я, честно говоря, даже, я их не знаю, даже, этих конкурентов. Я предполагаю, что они есть, но я их не знаю. Значит, они не видны. Они где-то существуют, но они не видны, на самом деле. Поэтому, в этом плане у нас, для того, чтобы выживать, в конце концов, и идти впереди, мы постоянно должны вот этот, как бы, процесс совершенствовать. Мы должны постоянно делать самый лучший товар, да. Мы называем все время, roll service, мы все время должны его делать постоянно. Из каждого кусочка алмаза мы должны делать максимально качественные продукты. Иначе, так сказать, ты шаг назад отойдешь только, все, у тебя там индусы голодные съедят тут же, так сказать. Поэтому, какое место, не знаю даже. Я знаю, как бы, по цифрам о том, что мы в своем секторе продукции занимаем где-то порядка, мы высчитывали порядка 2% мирового рынка на сегодняшний день. В своем секторе это сектор высококачественной продукции. Потому что у нас рынок, он тоже разделен на продукцию высокого качества, скажем, коммерческого качества, так называемые, низкого качества.